Со дня на день ожидается поступление лекарственных средств для лечения облаторных больных, зараженных коронавирусной инфекцией. В Крачево-Черкесии из резервов резервного фонда правительства России выделены средства на приобретение необходимых медикаментов, а также о дефиците лекарственных препаратов в аптеках и искусственном завышении цен на них говорили активисты Народного фронта, депутаты Народного собрания и представители здравоохранения. Мадина Каракетова подробнее. То, что в аптеках Крачево-Черкесии существует проблема с дефицитом лекарств, предназначенных для лечения больных новой коронавирусной инфекцией, не секрет. Поиски тех или иных лекарственных препаратов самими гражданами очень активно ведутся и через социальные сети, и через WhatsApp-группы. Мы это все с вами видим. Мы сами в этом участвуем, как общественники. В этом участвуют благотворительные фонды. Проблема не в том, что здесь кто-то скрывает в аптеках препараты под прилавком. Проблема в том, что их невозможно достать на фармрынке. Многих наименований просто нет. И одним из основных вопросов, которые обсудили участники заседания Народного фронта, стал вопрос об обеспечении бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией COVID-19. Как известно, на эти цели из Резервного фонда правительства России регионам, в том числе и Карачаево-Черкесии, выделены необходимые средства. По словам заместителя министра здравоохранения Карачаева-Черкесии Динары Камурзаевой, в Минздрав России заявка о потребности в лекарственных препаратах была подана с учетом эпидситуации в республике. Законтрактованы в настоящее время все категории препаратов, которые прописаны в методических рекомендациях для оказания помощи данному сегменту. В ближайшие дни планируется поставка этих препаратов. К большому сожалению, из-за массовой заболеваемости имеет место проблема дефектуры, так как вся страна нуждается в лекарствах. У нас ограничено количество заводов по производству медикаментов. Но, к счастью, мы успели зарезервировать необходимое в условиях соглашения количество препаратов. И по мере поступления мы уже будем выдавать их на амбулаторном приеме. Медицинская помощь амбулаторным больным COVID-19 будет оказываться на дому. Выезжают специалисты на дом, оценивают состояние, берется исследование, ПЦР-исследование на выявление. Если в данный момент пациент имеет легкую или среднюю тяжесть, не требующую каких-то дополнительных вмешательств, ему тут же выдаются лекарственные средства, и дальше в дистанционном режиме пациент наблюдается. В случае необходимости добавления лекарственных препаратов по мере присоединения каких-либо других симптомов, связанных непосредственно с коронавирусом, препараты будут дополнительно поставляться конкретному лицу, нуждающемуся в нем. Это касается непосредственно препаратов, направленных на лечение коронавирусной инфекции, а не хронических заболеваний. Участники заседания также обсудили ситуацию с дефицитом лекарств и причиной повышения цен на них. Представитель антимонопольной службы ИНУС Матакаев предложил гражданам обращаться к ним в случаях, когда они заметят в тех или иных аптеках необоснованное, на их взгляд, завышение цены, заверил, что каждый случай будет тщательно рассмотрены и приняты меры, особенно если это касается препаратов, внесенных в категорию жизненно важных. Решение этих вопросов, к сожалению, не на уровне республики. Мы наверняка сегодня выработаем предложения, которые будут направлены на федеральный уровень, потому что там необходимо принимать меры, дополнительное государственное регулирование данного рынка, иначе мы не сможем вытянуть эту ситуацию до конца, только своими, так сказать, мерами, которые мы можем принять здесь. Музина Каракетова, Рашид Туков, Вести Карачаева, Черкесия.